В начале 2020 года выездной туризм, можно сказать, замер. И такая ситуация сложилась не только в Беларуси, но и во всем мире. В связи с распространением коронавирусной инфекции были закрыты границы государств. Возобновились поездки в прошлом году во второй половине лета – начале осени, да и то не во все страны. Сегодня, когда эпидситуация по ковиду несколько улучшилась, лечане могут выехать на курорты. Но, конечно же, не на все. На данный момент лечане могут вылететь и отдохнуть в Турции, в Египте и как бы пользуются этой возможностью. Еще в первой половине года для нас была открыта Албания, мы туда могли лететь, Черногория. Очень новое интересное направление – Арабские Эмираты. Для нас это стало новинкой, изюминкой, поскольку открылся прямой рейс из Минска, и мы туда можем отправиться отдыхать. Ну, единственный немножечко нюанс, что как бы сейчас там очень жарко, и не каждый там сможет отдохнуть. Кроме вот этих далеких стран, конечно же, как всегда, Черноморское побережье России, Сочи, Туапсе. В течение последнего года белорусы стали активнее изучать свою страну. В путешествии по родной Беларуси они стали чаще отправляться еще прошлой весной, и делают это до сих пор. Туроператоры предлагают также оздоровиться в белорусских санаториях. Разработаны и туристические маршруты по республике, так как желающих увидеть ее архитектурные, исторические и природные достопримечательности немало. Благодаря пандемии белорусы стали больше путешествовать по Беларуси. Белорусы заново открывают свою страну. Белорусы едут по таким маршрутам, о которых раньше и не слышали, обычные у нас маршруты. Это Мир, Несь, Вишминск. А теперь наши туристы с большим удовольствием ездят по маленьким местечкам, открывают для себя заново те же Брославские озера, те же Альманские болота, верховые болота в Витебской области. Все это тоже очень большой потенциал отдыха. Люди возвращаются поздоровевшими и очень много эмоций. Делаем такие сборные группы, предприятия, корпоративы у нас не только чтобы посмотреть какие-то природные достопримечательности, мы добавляем еще элементы промышленного туризма. Город Лида привлекает туристов не только как звено какого-либо туристического маршрута, но и как самостоятельный туристический объект. Сюда приезжают, город изучают и рассказывают о нем другим. Личина сегодня раскрывает свой туристический потенциал и потенциал гостеприимности. Если раньше все наш город воспринимали как перейти в Гродно, да, по дороге проехали Лиду и поехали в Гродно, то теперь Лида это самый такой вот большой элемент путешествия людей. Разработаны программы «Приехать в Лиду и полюбить». Этот человек находится в городе в течение всего дня и он посещает и Лидский замок, и центры ремесел, и посещает наши промышленные предприятия. В содружестве с музеем есть очень хорошая экскурсия, где мастер-класс по приготовлению хлеба, после этого посещение завода КХП. Как бы все это очень тематически связано. Кроме того, на территории Лиды есть несколько кластеров. Один из кластеров – это уикенд в Лиде, а второй кластер Лидского района – это Панимонне. И как бы тоже задача этих кластеров сделать так, чтобы больше гостей к нам приезжало. Приезжает гостей к нам много, лидчане могут увидеть это в любые выходные дни на стоянке автобусов приезжих очень много. Но вот хочется, чтобы приезжало еще больше и чтобы показать Лиду не только как Лидский замок, а чтобы они узнали о нашем Лидском районе, о замечательном торфопредприятии Детва, о вторичных болотах, о предприятии ледопищек концентрата, экскурсии на Хрумстик. Последнее время очень отрадно то, что Беларусь-турист, в структуре которого я и работаю, сюда приезжает очень много гостей. Именно мы профсоюзный тороператор, сюда приезжают профсоюзные коллективы, предприятия. Своего рода вот эти экскурсионные поездки являются элементами тимбилдинга, сближения с людей и как бы в год национального единства это очень важно. Куда отправиться во время отпуска каждый выбирает сам. Кто-то предпочитает выезд на дачу, либо в деревню кому-то удовольствие доставляет путешествия по родной стране. А для кого-то нет лучше отдыха, чем на заграничном курорте. Но, к сожалению, сегодня все еще остаются закрытыми курорты Средиземноморья, Черногория, Албания и Болгария. Так что без корректировки планов не обойтись.